АТОМАН Говорит и показывает АТОМАН. Новости. Юбилейный день рождения отметила одно из старейших общеобразовательных учреждений нашего района. 6 декабря школе 44 станицы Северской исполнилось 150 лет. На сегодняшний день в школе обучается 740 учеников. Для них работают высококвалифицированные специалисты, отдавшие педагогике не один год. А началось все в 1868 году, когда Станичное Северское общество открыло первую начальную школу для детей казаков. Грамотнее обучались только мальчики, будущие казаки, которые готовились к 20 годам на военную службу. Поэтому первая казачья школа была под пристальным вниманием полкового начальства. Много теплых слов прозвучало в этот день в адрес педагогического коллектива. Особую признательность выразили ветеранам педагогического труда за то, что они заложили традиции, которые бережно хранятся и поддерживаются дружным коллективом. Сегодня у нас замечательный день, 150-летний юбилей нашей школы. Наша школа самая молодая, самая красивая на сегодняшний день. И мы гордимся тем, что мы обучаем детей в такой замечательной школе. И вот сегодня у нас присутствуют педагоги, ветераны педагогического труда, и я им очень благодарна. И мы, конечно, очень ответственно подходим ко всему. Это очень трудно за столько лет нести гурдое имя 44-й школы. Поздравил коллектив учреждения с юбилеем глава Северского района Адам Джерим. Я всех вас поздравляю. Всех, кто не забывает эту школу, выпускников, учителей, которые работали. Вам огромное спасибо, что вы соблюдаете те традиции, которые должны быть, преемственность должна была быть всегда. Низкий поклон всем и низкий поклон, кто когда-то в жизни выбрал эту гурдую профессию учитель. Спасибо вам. На торжественном мероприятии присутствовали почетные гости, которые также поздравили присутствующих с юбилеем школы. Спасибо школе 44-й и всем остальным тоже школам за то, что пока будет в школе жизнь, мы будем уверены, что и районная компания России, она не только сохранится, она обязательно будет идти вперед. На юбилейном вечере школьники приняли активное участие в подготовке и проведении праздника. Ребята продемонстрировали свои таланты. ПЕСНЯ ПЕСНЯ История школы неотделима от истории района, от истории страны. Летом в 1942 году станица Северска была оккупирована немецко-фашистскими захватчиками. Занятия в школе были прекращены до февраля 43-го года. В память о событиях тех лет ученики исполнили танец. ПЕСНЯ В 44-й школе учатся творческие, креативные, спортивные дети, завоевавшие большое количество грамот и наград. В 2017 году учреждение стало пилотной школой по самбо. От Краснодарской краевой федерации Акидо и Акидзюдзюцу благодарственное письмо и сладкий презент вручили директору Ларисе Тараненко. После праздничного концерта все участники мероприятия сделали совместную фотографию на память. ПЕСНЯ На основе осуществляется работа по возмещению ущерба, причиненного преступлениями государству. Так, прокуратура района в суд направляются исковые заявления в порядке ст. 44 Уголовного процессуального кодекса РФ и ст. 45 Гражданского процессуального кодекса РФ о возмещении ущерба. В 2018 году прокуратурой Северского района в суды направлено 8 исковых заявлений, указанной категорией, на общую сумму более 1 млн. рублей. В настоящее время Северским районным судом из указанного количества исковых заявлений рассмотрены удовлетворены 7 исковых заявлений на общую сумму 289 тыс. рублей. Работа в данном направлении прокуратура района будет продолжена. Спорт доступен каждому, и каждый может найти себя в нем. Дью США Станицы Северской прошли семейные старты для детей, чьи возможности принято называть ограниченными. В спортивном зале собрались те, кто может поспорить с такой формулировкой. Для многих из этих людей занятия физической культурой – чай жизни. Праздник посетили спортсмены, чьи достижения получили широкое признание за пределами нашего района. На мероприятии чествовали победителя спартакиады инвалидов Кубани Василия Мартыненко, победителя спартакиады инвалидов Кубани по бадминтону и плаванию Сергея Ильичева, призера Кубка России по бочи Артема Костаняна и мастера спорта международного класса по волейболу Сидя, победителя спартакиады инвалидов Кубани по плаванию и бадминтону Елену Лебедеву. Спортсмены пожелали участникам соревнований хороших результатов. Всего в эстафетах семейные старты приняли участие три команды – «Солнышко», «Улыбка» и «Дружба», состязавшиеся в силе, ловкости, смекалке и быстроте. Дети вместе со взрослыми бросили все силы для достижения долгожданной победы. По итогам соревнований первое место завоевала команда «Улыбка», второе досталось команде «Солнышко», третье – команде «Дружба». Всех участников спортивного праздника наградили медалями, сладкими призами и подарками. 10 декабря отмечается Всемирный день футбола – праздник неформальный, но уже успевший стать традиционным. Его дата утверждена решением Организации объединенных наций. Так, международное сообщество отдает дань одному из самых популярных видов спорта, завоевавшим в сердца миллионов болельщиков по всему миру. Об игре с мячом, про образы современного футбола известно еще с древности, но тот футбол, который мы знаем сегодня, возник к концу 19 века. Тогда же появились и основные правила игры, которые используются по сей день. Для многих футбол – это не просто игра, а стиль жизни. В этот день в честь праздника проводится множество футбольных матчей самого разного уровня и масштаба. Самое престижное соревнование – чемпионат мира. Первый розыгрыш состоялся в 1930 году в Уругвайе. Этим летом впервые в истории чемпионат прошел в нашей стране и признан советом FIFA лучшим в истории. Субтитры создавал DimaTorzok